Привет, друзья! Очень давно мы не виделись на нашем канале. И вот именно сегодня мы с Ярославом вместе решили снять видео, посвященное приготовлению чего я? Это пирога. Пирога с яблоками, который в народе называется шарлотка. Итак, с появлением новой кухни, с появлением новой газовой плиты, с появлением нового духового шкафа, мы с Ярославом каждый день без исключения готовим на нашей потрясающей кухне. И сегодня мы хотим вам показать, как мы именно с Ярославом делаем шарлотку. Это наш один из самых любимых пирогов. Очень простой, элементарный и твой. Конечно, наш любимый пирог, который мы фактически уже готовим чуть ли не каждый день, правда? Мы очень любим, он очень любит наши гости, наш папа. Поэтому шарлотка у нас разлетается очень-очень быстро. Итак, друзья, давайте приступим к приготовлению нашего любимого пирога. Итак, для приготовления шарлотки нам понадобится... Значит, сразу хочу оговориться, что шарлотку мы сегодня сделаем небольших параметров, небольших объемов. Будем делать вот в такой вот емкости жаропрочной. Чаще всего мы делаем на большом противне, чтобы хватило на всю семью, для гостей. Но сегодня мы сделаем такую небольшую версию шарлотки, поэтому приготовим мы ее в такой вот емкости. Для этого нам понадобится... Я возьму всего лишь 4 яйца. Для... да, понятно, что для больших объемов берем все в 2 раза больше. Мы возьмем сахар, возьмем муку. Подсолнечным маслом мы смажем емкость. Обязательно мы берем... Я лично всегда использую маргарин, либо масло. В данном случае это маргарин, который мы позже растопим. Ванильный сахар, разрыхлитель теста. Конечно, об этих ингредиентах я еще оговорюсь. Ну, конечно же, куда же без яблок? Конечно же, никуда. Итак, мы с Ярославом сейчас приступим к приготовлению к основному. И начнем мы с того, что в отдельной емкости у нас будет растапливаться маргарин, а за это время мы как раз-таки взобьем белки отдельно, желтки отдельно. Конечно же, можно и туго все смешать в одной емкости, сахар взбивать с яйцами можно, но если все-таки по отдельности отдельно желтки, отдельно белки, то все-таки получается более воздушная шарлотка. Итак, приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Ярослав, ты готов взбивать? Давай включаем на самый маленький режим и потихонечку начинаем взбивать. На самый маленький. И совсем по чуть-чуть будем добавлять сахар. Примерно половина стакана у нас пойдет на белки, половина на желтки. Масса желтков у нас увеличивается и сейчас, благодаря тому, что замешивается с сахаром, станет белая. Кстати, очень даже удивительно будет белая. Посмотрите, какая красота. Если очень долго взбивать, вообще превратится в такую очень интересную белую-белую массу. Ярослав, давай остановимся. Достанем аккуратненько. Держи пока что над вот этой емкостью. Держи вот так вот. Так, и сейчас как раз-таки мы покажем, что посмотрите, какая она становится красивая. И если еще даже взбивать на порядок где-то полминуты, то станет полностью белая-белая. То есть желточки наши станут полностью белыми. Желтками я все-таки предлагаю закончить и перейти на белки. И начинаем взбивать. Также потихонечку мы будем добавлять сахар. Вяр, как у нас обстоят дела? Хорошо? Молодец. Также масса у нас увеличивается. Так, значит, в общую емкость мы сейчас будем сливать уже взбитые желтки, взбитые белки, да. В эту же емкость мы будем добавлять сразу же наш растопленный маргарин. Ну и далее уже, конечно же, муку. И ванильный сахар и разрыхлитель для теста. Сразу немножечко хочу оговориться. Желательно все продукты брать тепленькие. То есть, чтобы все-таки они полежали у вас хотя бы просто при комнатной температуре, хотя бы к часу. Потому что не стоит все-таки в пирог именно использовать холодные продукты. Тогда он хуже намного поднимается. Поэтому яйца, да, допустим, если когда-то кефир используете, или молоко, сметану, желательно, чтобы они все-таки полежали у вас на примерно вот при комнатной температуре. Итак, значит, приступим тогда к смешиванию. Я, давай. Значит, мы отключаем. Пока что больше он нам не нужен. Но мы его далеко убирать не будем в наш миксер, потому что все-таки он нам еще пригодится. Яр, давай в общую емкость будем смешивать. Выливай полностью хорошенечко белки. Ложечкой помогаем. Шкрипай оттуда. Выливай белки. Тоже ложечкой. Сахар немножечко еще остался. Я уже очистила яблоки от кожуры. И сейчас я их буду нарезать. Я буду нарезать их кубиками. Можно дольками, полосочками, как угодно. Я сейчас их буду нарезать именно кубиками. И потом все это мы будем замешивать именно в общей массе. Можно опять-таки их выложить на дно. Но мы это сделаем все вперемешку. Итак, яблочки я полностью порезала, покрошила. Вот такие вот они меленькие получились у меня кусочки. Так, Ярослав, давай продолжаем. Еще раз смешиваем белки с желтками. И потихонечку начинаем добавлять муку. Буквально по чуть-чуть. Муку желательно просеивать. Размешиваем ярмуком. Параллельно муке мы будем всыпать разрыхлитель теста. Примерно целый пакетик. Вместо разрыхлителя мы можем использовать, как это по старинке было, уксус и сода. То есть пол чайной ложечки соды. И это все гасим уксусом. Но все-таки не осталось почему-то именно при них применять разрыхлитель теста. Сюда же мы добавляем ванильный сахар. Это совсем не обязательно, но вкус и запах все-таки его великолепные. Пакетик ванильного сахара. Хорошенечко все это размешиваем. Еще добавляем муку. И так у нас уже ушел один стакан муки. Хорошенечко это все замешиваем. Далее будем вливать маргарин. Итак, вливаем маргаринку чуть-чуть. И так же продолжаем все это замешивать. И так вот у нас получается достаточно такая еще жидкая консистенция. И все-таки я предлагаю еще немножечко всыпать муку. Немножко. Итак, друзья, все ингредиенты у нас здесь замешаны в этой емкости. И сюда же я сейчас предлагаю добавить наши яблочки. Просто будем их делать в перемешку. Повторюсь, можно на дно, конечно, ложить, но будем делать в перемешку. Просто вымешиваем хорошенечко по всей в этой нашей смеси. Так. Все. Значит, берем нашу емкость. Берем сюда маслица. Масли не должно быть много. Главное, чтобы просто хотя бы смазать нашу емкость. Хорошенечко. Можно это делать кисточкой. Ну, в общем-то, по стеклянной емкости, тем более по маленькой, всегда очень хорошо маслица растекается. И желательно еще по стеночкам так же, чтобы растеклась. Итак, перекладываем сюда всю нашу массу. Стеклянные емкости никогда не надо ставить уже в раскаленную горячую духовку. Потому что от перепадов температуры может треснуть. Поэтому духовку мы еще пока что не включали. Поставим сейчас нашу шарлотку, нашу емкость с тестом. И потом уже подключим. Итак, все. Гора посуды у нас уже готова. Вот, смотрите, из наших ингредиентов. Значит, я уже могу повторить, сколько у нас всего пошло. Итак, смотрите, значит, мы взяли полтора стакана муки, мы взяли стакан с сахаром, три яблочка, разрыхлитель теста, ванильный сахар и упаковку маргарина 200 грамм. Вот как раз-таки она у нас, все вот эти ингредиенты у нас и пошли на изготовление такой шоколадки. Ставим на полочку. Вот тут вот есть 1, 2, 3, 4, 5. Ставим как раз-таки либо на двумочку, либо на троечку. Закрываем. Теперь будем настраивать. Итак, в нашей духовке вот так вот включаем, уже пошел такой прохладный воздух. Здесь мы ставим температуру примерно 180 градусов. Так, кнопочки мы зажимаем. Так, у нас загорелся там свет и как раз-таки вот наша шарлотка. Смотрите, уже внутри помещения, скажем так. Итак, можно, конечно же, тут выставить таймеры определенные, где-то будет примерно готовиться 15-20 минут, но, скажем так, все-таки лучше наблюдать именно самостоятельно, потому что очень часто от разных объемов пирога может быть температура и время, соответственно, меняться. Поэтому мы поставили на 180 градусов, где-то примерно 15-20 минут будет готовиться. Итак, мы за этим будем следить, будем наблюдать, будем ощущать приятные и вкусные запахи. Итак, совсем скоро наша вкусняшка будет готова. Друзья, прошло чуть больше 15 минут. Вон, какая красота у нас уже готова. Не хочу пока открывать, потому что, чтобы все-таки мне заветовать наш пирог. Все, осталось еще буквально, я думаю, что 5 минут мы еще подождем и будем выключать. После этого дадим еще немножко постоять теплее. Итак, друзья, смотрите, у нас прошло ровно 23 минутки. Посмотрите, какая красота у нас там виднеется. Итак, будем выключать. Отключаем температуру сначала, ставим на 0. Так, и то же самое мы отключаем все функции. Все, оставили на 0. Все, у нас все перестало печься. Ну, так красота. Не знаю, видно вам или нет. Мне, конечно, видно очень хорошо, он вам, возможно, отсвечивает. Итак, немножко еще подождем. Пусть 5 минуты хотела поставить еще в духовочке. Итак, друзья, предлагаю достать нашу красоту. Вот такая вот красота у нас получилась, которая пеклась 23 минутки. Мы с вами вместе это видели. Итак, будем доставать. И я предлагаю сразу поставить на стол. Красота, по-моему, согласитесь? Итак, друзья, вот такая вот вкуснятина у меня готова. И действительно, сделать шарлотку такую, приготовить очень легко и просто. Много времени совершенно это не занимает. По ингредиентам, в общем-то, мне также сказалось, что совсем немного. У меня на такую шарлотку ушло всего лишь 4 яйца. Полтора стакана муки, стакан сахара, упаковка маргарина, немножко разрыхлителя, пакетик в частности разрыхлителя для теста, и ванильный сахар. В общем-то, можно добавлять еще какие-то, вот, допустим, я добавила яблочки, можно кислые, можно сладкие. Это уже по лично вашим вкусовым каким-то предпочтениям. Поэтому 20 минуток у нас это все готовилось при температуре 180 градусов. Поэтому всем желаю попробовать сделать такую же замечательную шарлотку. Пусть у вас все получится, пусть это будет действительно очень-очень вкусно, полезно, и действительно на радость вам и вашим близким и любимым людям. Всем всего хорошего, пока-пока!